Роман Сергеевич, я вас приветствую. Давайте поговорим о тех проектах, которые ваш департамент представлял на этом форуме. Что это за соглашения и насколько они эффективны для развития нашего края? Наши проекты в нашей сфере, они всегда отличаются тем, что они практически всегда эффективны. И они рассчитаны непосредственно, нацелены на реального потребителя, реальный сектор экономики. Это то, с чем мы сталкиваемся с вами каждый день, чем пользуемся и то, что можно ощутить, потрогать, увидеть. В этом году соглашения подписаны на 3,5 миллиарда. Это три проекта. Это сеть автозаправочных станций, мобильных, которые будут находиться в непосредственной близости к небольшим населенным пунктам, сельским поселениям и внутри крупных городов. То, что непосредственно создаст такую удобную, комфортную среду. Второй проект – это строительство продовольственного магазина в городе Анапа. Это местная региональная сеть, достаточно с высоким уровнем сервиса, обслуживания. И третий проект – это строительство магазина строительных материалов в городе Краснодаре. Вот три проекта, которые в этом году подписали соглашение. И есть у нас полная уверенность, что они все будут реализованы в срок или, как часто это происходит, может быть, даже немного раньше. Я знаю, что в вашем департаменте проводится огромная работа по приведению в единый архитектурный стиль автозаправочных комплексов в целом по краю. Я думаю, что это не единственный проект. В рамках форума это единственный, да? В целом работа ведется ежедневно. Несомненно. Сейчас как раз по поручению губернатора работаем над созданием единой концепции развития придорожного сервиса. В связи с открытием Крымского моста, в связи с увеличением вообще трафика туристов, это стало актуально. И сегодня необходимо создать хорошую, единую, разветвленную такую сеть придорожного сервиса, которая не ограничивалась бы только заправочным комплексом, а вмещает в себя ряд объектов, оказывающих услуги. То есть это и мини-гостиницы, и магазины, и кафе. И мы сейчас рассматриваем в концепции даже небольшие такие площадки для занятия спортом, где можно остановиться. И ярмарки, те, которые у нас всегда были вдоль дорог, мы сейчас пошли по пути укрупнения и присоединения их к существующим автозаправочным комплексам. В первую очередь это безопасность, безопасность там существует, уже съезды, эти съезды соответствуют всем требованиям безопасности. Ну и соответственно уже там есть поток, есть трафик, и гораздо выгоднее самим предпринимателям, фермерам поставить ярмарки непосредственно уже на потоке. На ваш взгляд, насколько вот по времени перспектива того, что у нас они станут единообразными по всему краю? Какую для себя ставите цель? Для себя я думаю, что это где-то вот до двух лет. До двух лет. Потому что в этом году мы до лета, мы уже разработаем, мы утвердим концепцию единую, потому что нужно учесть здесь интересы всех абсолютно у нас дороги, федерального значения, краевого, муниципального. Здесь мы должны соединить это все в одно. Такого не делали просто до этого. Мы хотим создать единую платформу. Единую платформу, где будет нанесено все независимо от принадлежности, от собственника дороги или муниципального образования. Не имеет значения. Это будет единая сеть. Я знаю, что вы здесь провели встречу с руководством Минпромторга России. Расскажите об этом подробнее. Ну, в двух словах. Изменения в закон о торговле не уносились около 10 лет. Изменения, необходимость этих изменений назрела давно. Но мы принимали самое активное участие в разработке и подготовке изменений в этот проект. Неоднократно обсуждали. Практически все наши инициативы приняты. И основная задача этого закона – упорядочить, систематизировать те процессы, которые сегодня уже идут. Бизнес идет немного впереди. Мы как курортный регион, как один из самых активных регионов, прогрессивных, мы немного опережаем. Иногда законодательство должно. Наша задача сегодня – это упорядочить и стандартизировать. Ну и в целом закон направлен, наверное, на создание единых комфортных условий. В первую очередь для комфортных, конкурентных условий. Все процессы, которые будут проходить сегодня в торговле, они будут проходить публично на открытых площадках. И даже те же аукционы будут проводиться на единой электронной площадке в ближайшее время. Закон в большей степени регулирует нестационарную торговлю. То есть это мобильная торговля, которая сегодня уже есть. Теперь ее нужно как-то стандартизировать. Это нестационарные торговые объекты. Мы раньше всегда в муниципальных образованиях шли, если так можно выразиться, от заявителей. Если какой-то предприниматель хотел расположить объект в определенном месте, всегда собиралась комиссия и рассматривали, можно или нельзя выставить этот объект. На сегодняшний день что дает концепция? Концепция идет от потребителя, от необходимости размещения того или иного объекта. Разрабатывается единая концепция в соответствии со всеми стандартами, нормами, правилами, в том числе санитарными и противопожарными. Утверждается. И предприниматели, которые согласовываются со всеми службами, и фактически предпринимателю предоставляется площадка уже утвержденная, согласованная. С ней ничего не нужно делать. Нужно просто приобрести право располагать объект на этом земельном участке, выйти и начать работать. Мы избавляем здесь от всех процедур, которые часто затягивались, какой-то волокиты. Предприниматель должен заниматься тем, для чего он начал этим заниматься, зарабатывать деньги. Вот вы сказали о зарабатывании денег. Хочу спросить о налоговых поступлениях от вашей отрасли в бюджет региона. 36 миллиардов в 2018 году. С незначительным, но приростом в общем бюджете региона. В целом, если о цифрах сказать, мы растем, и регион растет, торговля в регионе растет немного больше, чем в целом по стране. У нас в целом по стране в 2018 году рост был 2,6% торговли, а в регионе 3,4%. У нас чуть больше 1,3 триллиона оборотов. То есть это стабильная, хорошая, стабильная отрасль, которая позволяет прогнозировать, планировать и быть уверены в том, что завтра бюджет наш только будет расти. Форум – это отличная площадка для таких неформальных встреч и с представителями федеральных структур, и с представителями бизнеса. Рядом с нашей студией находится как раз-таки ваша стойка, где можно подойти, выпить чай. Насколько она была популярна? Я видела, что всегда там были люди. По вашим подсчетам, сколько людей посетило? Вы знаете, я не скажу, сколько точно посетило, но соглашусь с вами, что форум – это сегодня комфортная площадка. Комфортная, прежде всего. И стендом сделана на Кубани. Мы здесь пытались показать не просто, что это губернаторская программа, это поддержка наших производителей. Это сегодня 100 предприятий, участников, более 300 товаров. Программа растет, набирает обороты. Для них созданы специальные условия, в том числе по продвижению их продукции, по защите их от фальсифицированной продукции. Естественно, мы хотели сказать об этом, когда делали этот стенд. Но самое главное, наверное, это показать, что мы сегодня… Вот эта площадка, она комфортная, да? Мы сегодня комфортный регион. И любому инвестору или представителю какой-то структуры федеральной, ему должно быть здесь комфортно. Сколько бы мы ни рассказывали, как у нас хорошо, мы должны дать человеку это прочувствовать. Поэтому мы и стенд, сделанный на Кубани, сделали в виде такого вот зоны какой-то, там, кафетерия, что-то, да, чтобы человеку было комфортно. Когда ему комфортно, тогда он и изучает, и интересуется этой программой, и в абсолютно нормальных, удобных для него условиях. Инвестиции в вашу отрасль интересны наши местные или иностранные тоже? Инвестиции интересны все, но, конечно, мы больше, наверное, рады инвестициям все-таки нашим российским, нашим региональным. Если растет и инвестирует наш региональный предприниматель, это значит ему комфортно. Значит, он уже работает в комфортных для себя условиях, он верит в тот регион, в котором он находится. Он не выводит свои активы в другие регионы, а тем более в другие страны. Он создает для себя на будущее такую серьезную платформу для дальнейшего развития, работы, развития. Ну и, конечно, иностранные инвесторы, когда они приходят в наш регион, это тоже говорит о том, что здесь им комфортно. Существует разная их масса рейтингов, мнений, комментариев, экспертов, еще кого-то. Но мы сегодня видим рост. Мы видим в целом как миграцию в наш регион. Это говорит о том, что им здесь комфортно. Мы видим рост инвестиций в регион, значит им комфортно. Но и здесь очень важно, что только вместе, только совместно, только работа во всех отраслях, она создает вот эту комфортную среду. Потому что предприниматель никогда не будет инвестировать в регионе, в котором нет хорошего кафе, где он может пообедать с семьей. Нет магазина, в котором ему комфортно зайти, нет тротуара, по которому ему комфортно будет идти. И нет продукции, которая... Или нет хорошей школы, или нет хорошего детского сада. Поэтому это все совместные усилия. Это только совместные усилия. Работа по всем направлениям, она дает приток тех инвестиций. Она дает некую стабильность и дает уверенность в завтрашнем дне. Томан Сергеевич, какие три основные задачи ставите перед собой и перед своим департаментом на год текущий? Расти, пусть незначительно, но стабильно, по всем направлениям. Комфортные условия для ведения бизнеса. Ну и, наверное, мы должны все-таки законодательно, максимально систематизировать все процессы и упростить их. Уходить от излишнего зарегулирования, тем самым создавая единые условия. Единые конкурентные условия, единое конкурентное пространство. Роман Сергеевич, я благодарю вас за беседу. Спасибо. Нашим телезрителям, напомню, что в гостях у нас был руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Хуриный. Оставайтесь с нами на телеканале Кубань-24.